Как быстро летит время Я не всплывал каждый день Продавилов был очень, так как говорил Самый лучший способ как можно больше сделать Это как можно больше повесить на себя Как можно больше Тогда ты говоришь, пусть ты все не сделал Но ты сделаешь максимум из того, что мог Михаил Шилов относится к тем нашим современникам Про которых можно сказать Природа дала многое Но люди в конечном итоге Оцениваются не потому, что у них есть от Бога А потому, как они своими талантами Смогли распорядиться Мне с самого начала хотелось Стать не лесником Мне хотелось стать Биолог Хотел изучать природу В общем-то рано появился Еще в ком и пошел Я уже знал, что биология такая наука есть И вот мне интересно было Потом, когда подрос У меня более жесткий стержень появился Именно мысль Мне хотелось стать орнитологом Замечательная птица Потом, еще когда стал старше Еще более четко прорисовалось То, что хотелось бы мне Я хотел стать орнитологом По птицам тропических стран Попугаи, туканы Всякие вот эти Эзотические птицы Калибри Мне отрисовалось всегда Что я буду работать Какое-нибудь на Амазонии Или где-то там В Австралии Где-то я буду там В Индонезии Мой был изучать этих птиц Вот Но со временем Как бы проза жизни Она больше дала свое И Как бы появились определенные перспективы Заканчивая школу Михаил Щелов Имеет высшее медицинское образование По специальности Ортопед-травматолог Сертифицирован Как специалист По мануальной терапии Международная тренерская лицензия Позволяет ему Легитимно заниматься Тренерской деятельностью Что он успешно и делает Михаил Щелов Президент Ивановской областной федерации Традиционного каратэ-дофудакан Многократный победитель Региональных призер российских И международных турниров Заслуженный мастер спорта Занимается научными изысканиями В области физиологии И биомеханики человека Применительно к каратэ Он постоянно печатается В ведущих спортивных журналах России Готовит к публикации Книгу по биомеханике И физиологии в каратэ Тяга к науке Наследственная Отец Михаила Юрий Павлович Имеет три высших образования Я тоже Отстать от него не хочу Но это не только На правах Как бы вот такого Именно соревнования Какая-то передача Вумпела Такого Что я не хочу там Отстать от него И быть на вуз Но тоже Вот Я закончил медакадемию Интернатуру прошел По Ортопедии и травматологии Потом учился в Москве Причем Мануальным терапевтом стал Потом ординатуру закончил По общей хирургии У меня есть сертификаты К трех врачных специалистов И в университете Сейчас учусь На Экономическом факультете Так сказать Будущий менеджер В общем готовлю себя На главного врача Буду менеджером В медицине Это Не сверхзадача Конечно Но Она скажет так На грани мечты Ну Я считаю На реальном Воплотимом В жизни А в школе Меня били Все время Класса Наверное До восьмого Сильного Боя Вот Сильный Как госномерахи Какая Это Маникдот То есть Я драться не умел А отец мне драться не учил Я боролся У него бывало Поставить фонарь под глазом Я этого хулигана Заборил Руки Заспал Закручив Больше еще И мы с ним расходимся У меня блан под глаз Но ничего Родители поколения Некст хорошо помнят Как в конце 70-х В начале 80-х В подвалах И полуподвалах При жилконторах И простых училищах Стали появляться Некие секции Названия Всячески шифровались Чтобы скрыть Истинную деятельность И например Какая-нибудь группа Общей физической подготовки Занималась Нечем иным Как восточными единоборствами В мусоре Сам издатовские учебники По карате Под руководством Подпольных инструкторов И выкрики на японском языке Ребята разбивали Друг другу носы А затем Шушуркой с подвора Горде пересказывают Свои впечатления Официальные занятия Карате Были тогда В стране запрещены Михаил Начал заниматься спортом До того Как этот запрет Был снят Пробовал себя Во многих видах В том числе И в боксе Затем Настало время Карате Колоссальный Бум Народу Была Тьма И на борт Ошел с экзаменом Растяжку Проверяли Общельскую подготовку Но у меня с этим проблем Не было В группе Куда пришел Шилов Вместе с ним Стали заниматься Около 200 человек Едва помещались В зале Но через некоторое время Из того набора Остался он один Мода стала проходить А специфика занятий Карате Изнурительной тренировки Постоянная работа над собой Далеко не всем по душе Ну а к тому Кто готов трудиться Приходит успех В 95-м году Михаил был представлен Основателю Стиле фудакан Профессору Доктору медицины Илье Йорге Которому сдал экзамен На получение степени Шудан Это первая Мастерская ступень Иерархии в карате Затем карьера Карьера жилого спортсмена Пошла по восходящей Так что я в принципе Так что я в принципе По адресу занимаюсь И до сих пор И постоянно На соревнованиях Я же выступаю Сейчас Мне уже запрещают На выступать На соревнованиях Вот над основателем На стиле Профессор Йорга Я фудакан стиле Я проповедую Как бы сам Им занимаюсь Они в стиле Традиционного карата Он говорит Миш Зачем тебе на чемпионате Россию Пускай Мальчики Поделываются По наступают Пусть они Займуты Ну что ты Надежда 26 лет Пускай те Которые 20 лет 21 Ну вот пусть Они по наступают Ты говорит Тебе надо Есть Другие соревнования На поле Если ты хочешь А вообще Надо уже Другие соревнования И то есть Я говорю Нет профессор Я еще Лет до 30 Другие Другие Пяти Другие Это самое Но пусть Часто соревнования Пока все силы Чувствуют До последнего Времени Значит Каратэ Не являлся Олимпийским Видом спорта Не входило Ни в один из Серьезных Реестров Ну Как бы Номинаций Тех видов спорта Которые В России Вообще Культивируются И поэтому Ни один Спорткомитет Никогда не давал Денег на проведение Соревнований То есть Все это делалось За собственные средства Ну или за средства Частных Смусов Вот так вот скажем А значит Далеко не все Могли приехать На вот эти соревнования То есть Есть люди Которые могли Себе позволить Там каждый год На чемпионат России Изъезжать А были люди Которые за 5 лет Могли позволить себе Раз А один раз Только съездить На эти соревнования Поэтому Я не раз Видел такие ситуации Когда Есть уже Маститые Чемпионы России Которые Не выезжали Никогда Ну Не было возможности Эту человеку Отлить На соревнования А он Оказывается Не хуже Казался Вот так вот Поэтому Зачастую Чемпионаты России Они вносят Новую струю Новые люди появляются Которые являются Очень серьезными Конкурентами Очень сильными Соперами И с ними Очень Очень Интересно Работать В 99 Году В Ивановской области Появилась Общественная организация Под названием Спортивный клуб Будашин Ее организовала Группа Молодых Спортсменов По главе С Михаилом Шиловым И Евгением Кульбанским Фактически Под разными названиями Клуб существовал Уже около 15 лет В его стенах Выросло немало Спортсменов И инструкторов Имеющих Настоящий момент Мастерские степени Классификации Крате Это черные пояса Сборная команда Иванова Целиком состоит Из спортсменов Клуба Будашин Они постоянно Выезжают На учебные И аттезационные Семинары К ведущим Мировым специалистам В области Восточных единоборств Там они повышают Свой спортивный Тренерский И судийский уровень В клубе На данный момент Два суди Национальной категории Преуспел клуб И в организации Крупных турниров В Иванове Они проходили Дважды После Международного Чемпионата По традиционному Фудакан Каратэдо Где спортсмены Клуба Будашин Завоевали Четверть всех медалей Профессор Йорге В интервью Журналистам Заявил Что Иванов Сейчас является Центром развития Каратэфудакан В России Спортивные успехи Михаил Шилов Удачно сочетает С тренерскими Вместе с Вице-президентом Федерации Традиционного Каратэдофудакан Евгением Кульбанским И учениками Он ведет занятия В клубе Будашин Кульбанский и Шилов Единственные в регионе Обладатели Международных Тренерских лицензий Которые дают право Вести занятия И принимать Экзамены В любой точке мира К сожалению В России Никакой системы Лицензирования Тренеров каратэ Не существует Поэтому работает Масса всевозможных Секций В том числе И в Ивановской области Где ребят Тренируют Не специалисты И что еще хуже Каждый год Осенью Объявляются наборы Секций каратэ С целью Просто заработать День Просто прийти Вот туда Где сейчас они есть И посмотреть На их базу Ну посмотрите Вот они начали Заниматься И прийти туда Через пару месяцев И половины А может и больше Половины Секций Не будь Они основаны На единственной Вот идее Сорвать куш Пользуясь Некомпетентностью Тех людей Которые приводят Туда своих детей А первые два месяца Может провести Любой Ну это абсолютно Человек Ну который Хотя бы Имеет какие-то Ну малейшие навыки К тренерской деятельности Потому что Первый месяц Это разминка Растяжка Что-то еще Значит набирает Где группу детей Значит плата идет Какая там 100 рублей за месяц Там ко 150 Он значит набирает Всего по 100 человек Ведет месяц Другой И когда люди Уже хотят увидеть Что-то другое Он просто сворачивается И все Говорит там Очень аренда высокая стала Ребята извините Надо нам закрываться И до следующего года То есть быстренько Как бы Ну по-быстренькому Куш как вот срезал И ушел Это не секрет Уже это так Об этом очень многие знают Родители Которые приводят Ко мне детей Говорят У вас такого не будет Абсолютное большинство детей Они попадают к шелотам Абсолютное большинство И соответственно Там они и теряются Попробовав себя В карате В кавычках Они говорят А знаем Ну Я там занимался Три месяца карате Нет Я тут не букатор занимался Надо пойду боксом заниматься Например Там были борьбой Напоминаю Тугорикова Матужа И Сокова Я видел небо И его измерил То есть Уж прыгнул Как с холмика И сказал Я видел небо Я его измерил Вот они тоже Но не по своей вине Они прыгнули с этого холмика И вот они карате уже видели Их от не устраивает Но они видят И карате Поэтому их и не устроило По поводу сущности Современного карате Михаил говорит Что это Как и прежде Философская система Затем спорт И сопутствующий Спорту Бизнес И шоу Чуть зрелищно Те кто видел Вживую Или по телевизору Достаточно Квалифицированно Поставленные Показательные вступления Где там ломаются Глоблида Там куча досок Люди подпрыгивают Там что-то падает Шум стоит Трескает Да это шоу Это очень зрелищно Но часто Не несет Это Ну по собой Как бы подоплеку Реального карате То есть В принципе карате Это Искусство воинское Оно Не должно стать Художественной гимнастикой Прежде всего для мужчин Да Или там синхронным плаванием Каким-то Где там Кто-то там синхронно Что-то делает Или по задуманной программе Как в кино Выполняет Какой-то набор движений Все это запрограммировано Красиво И нисколько Неприменимо к жизни Не для этого Это все задумывалось Недавно Недавно карате Вошел в когорту Олимпийских видов спорта Среди многочисленных Кандидатов сборной России На участие в Олимпийских играх Ивановскую область Представляют Михаил Шилов И Евгений Кульбанский По словам Михаила Шансы у России В этом виде спорта Неплохие И кто знает Может быть У среди наград Нашего героя Появится и Олимпийская медаль Как бы ни говорили Приверженцы От ортодоксального карате Что Ну нельзя делать Это скатэспорт Что это прежде всего Именно философская концепция Что это Art of killing То есть искусство Ну вот убивать Это конечно грубо Там Ну так это было задумано Там изначально Что это Специально Все это было сделано Только для этого Вот Спорт Потому что Сама суть Корень слова Единоборство Борьба То есть Должно быть Противоборство Сторон Реальное Противоборство Карате Невозможно То есть Ну Действительно Art of killing То есть Если это все Будет по настоящему Происходить И реально То это будут Драмы Это будут Увечья Может исходы летальные Поэтому чтобы Как-то сохранить Дух единоборства Вот Азарт Поединка Необходимо соревнования Соревнования Что такое Спорт Спорт Он Немыслим Без правил Конечно Там очень много Правил Которые Ну просто Профонируют Некоторые Концепции Карате Но Необходимо Чтобы сохранить Именно воинский Дух Дух Именно Противоборства Это определенный Тип Самосовершенствования Собственного Тела И духа Потому что Тело воспитывать В таких тяжелых Изнурительных Тренировках Невозможно Без укрепления Собственного Духа Поэтому это Концепция Философская Так что же Мешает Но в частности В соревнованиях И сохраняет Дух Соперничества В то же время Вне соревнований В себе воспитывать Именно На тортодоксальной И Ну как Настоящей карате Заниматься Медитацией Дыхательной Практикой Заниматься Кап Набивкой Конечно И Если хочется Быть уверенным В себе То ты Просто выходишь На соревнования Те соревнования Выигрываешь А потом Идешь И ломаешь Пятисантиметровую Доску И ты знаешь Ну может я просто Банально выражаюсь Что этот удар Которым ты победил Своего На противника На таталь Вот так же Прошел бы Как в эту доску Это была Как соблюдена Одна из концепций Как бы Кратэ И Кенхисадз Одним ударом На повал Сущность карате Как философской системы Дает занятиям Духовное наполнение Сущность карате Как боевого искусства Налагает на тренеров Особую ответственность Прежде всего Педагога Наставника Кого японцы Называют Коротким И емким Словом Сенсей Именно поэтому Необходима Строенная система Определение уровня Тренерской компетенции Виде спорта Критерии Тренерской компетенции Очень простые Суметь Вырастить Чемпиона Быть самому Чемпионом Быть Высококлассным Спортсменом Отличным Тренером Не Но это обязательно Хорошим человеком Совсем не будет Главное Уметь Любыми методами Добиться Того Чтобы Ученики Стали Высококлассными Мастерами Чтобы они Побеждали На соревнованиях Вот Это критерий Чем больше Чемпионов Ты вырастил Значит Тем Лучше Ты Спорт А вот Тренерская компетенция В единоборстве Это критерий Совсем Другой Здесь Можешь Ты чемпионов Не вырастить Вообще Ну Как бы Это Высококлассно Не звучало Людей Хороших Понимают Чтобы Они Ну По жизни Те Методы Закалки Духа Своего И тела Сумели В тех отраслях Применить Где они Потом Будут Там Работать Вот Включиться Что то еще Делать Потому что Я говорю Что физическое Вот Ну Как аспект Физического Каратэ Что Часто Именно И называют Как Ну Непосредственно Каратэ То есть Удар руками Это Только Верхушка Альберга Самая А самое главное Что этим Достигается Этим же достигается Прежде всего Не первое место Соревнование Этим достигается Закалка Тела И характер Чувство Ответственности Потому что Тебе не хочется Ты иногда Приходишь Тебе хочется Похалтуть Не халтуешь Ты работаешь Тебе Похочется По своему делать А ты пытаешься Так как у тебя Не получается И чем у тебя Хуже Там На правой ногой Получается Лучше чем левой Ты больше работаешь Левой ногой То есть Постоянно Ты себя Как бы Переломываешь Переломываешь По собственной воле И воспитываешь Этим характер И в жизни Когда ты Сталкиваешься С трудной ситуацией С трудной ситуацией Ты себя У тебя Есть уже переломить. Конечно, на учеников я безусловно влияю. Я всячески настаиваю, всячески доношу их всеми мыслимыми и немыслимыми способами, что, конечно, карата, это тривиальная фраза, что это не для нападения, что это для защиты, чтобы обороняться. Это все делается не так, как я сейчас говорю, что ребята, давайте не будем драться, как Леопольд, давайте жить дружно. Нет, все это как-то подводится гораздо более тонко, даже именно месяцами, годами, в каких-то отдельных фразах, иногда как-то проскочивших совершенно мимо лета, в самом деле, над имеющим очень глубокое содержание. И вот это все доходит. Потом есть специальные методики воспитания и тренерские методики, благодаря которым там применяются способы. и не религинистике различно. Когда человека действительно просто, ну, наставляешь на тот путь, который вот он себе, в принципе, выбрал. Уж коль скоро он пришел заниматься ко мне, значит, он просто положился, или его родители привели к конденсации, на мою компетенцию тренерскую. То есть они готовы к тому, что я буду учить то, что посчитаю, что я буду доносить до ученика то, что считаю нужным. Почувствовать ответственность. Я даю им самое лучшее. Даже иногда учу их тому, что даже, даже сам считаю, в жизни выполняю в недостаточной степени, так как это должно быть, так как это я бы хотел. Перефразируя классика, мы все писали понемногу. В школе Михаил редактировал стену газету и сочинял стихи. Затем взял в руки гитару и стал под стихи передергивать лады. Получились песни. Когда-то их было не меньше трех часов. Сейчас больше, но поет Михаил в основном песни других авторов. Поэзия ушила в крови. Стихи писали и его отец, и дед. Как-то перебирая чемодан, ну, у меня действительно чемодан со своими стихами, я стал так отбирать те, которые мне больше нравятся, выбрал стоп. Стихов, которые мне просто нравятся. Вот. А в этом же чемодане у меня лежали очень много стихов деда. Он там на Брянче напечатался, много периодической печати. Ну, там известный проект достаточно. И... то это появилось в смысле. Почему бы не, значит, издать именно книжечкой, может быть, брошюрами, это даже была такая у нас сначала. Вот. Стихи. Михаил собрал и отредактировал свои стихи, стихи деда, и отнес их к тогдашнему заместителю главного редактора Ивановской газеты Игорю Антонову. Ему стихи понравились. Более того, он предложил включить в сборник поэтическое творчество и отца Михаила, Юрия Павловича. Оказывается, что не только в молодости писал стихи, а он сейчас пишет, наверное, просто никто там это не знает, никому не показывает. А тут пришлось показать. Михаил дополнил совместно с дедом творчества отцовскими стихами и вернулся к Игорю Антонову. Тот придумал название сборника «Треуголосие» и помог с его изданием. Так вышел свет поэтический взгляд на мир трех поколений Шиловых. А Михаил пишет еще и прозу, в столе прячет новеллы, а на суд читателей выносит иногда фантастические рассказы. Только из чувства собственной значимости, чтобы типа вот это я написал, там да, читайте, вот такой я крутой там, там книжки пишу. Мне это не интересно на данном этапе. Ну, перед вами так, скажем так, интересно было. Мне хотелось, чтобы друзья там увидели, что вот мой портрет там на книжке, чтобы я там мог их подарить, вот так вот. Ну, сейчас это не интересно. Мне интересно даже, когда я эти свои рассказы могу в узком кругу почитать, друзья. Их оценка для меня является важной. Потому что я знаю, они мне лестить не будут. из-за того, из-за того, что я им друг, они скажут, что меньше. Это, конечно, там, ну, шаг, это создание. Они скажут, что меньше, что это за мура, если это действительно мура. Они искренне, поэтому они мои друзья. Своей базой, основой, фундаментом, Михаил считает отцовское воспитание. Тот уделял ему все свободное время. Много читал, сумел привить любовь к спорту. Вместе они делали все домашние дела. То есть, он вообще предопределил ход моей жизни. Вот, всем воспитанием все. То есть, у меня, как бы, отчасти жизненный путь мой был, как бы, намечен, и он не предлагал, как бы, вербальных методов общения со мной, таких, чтобы меня как-то направить. Как сказать, если ты должен туда пойти, я должен туда. Как бы мне на выбор дал, что я сам хочу. Схема воспитания мозгов, скажем так, в умеетном институте, она настолько разносторонняя, что человек потом очень легко переучится, если это надо. То есть, само вот это клиническое и логическое мышление, оно в жизни настолько помогает во всех ситуациях. Как бы логически строить, ну, вот, заключение, делать анализ. Просто изумительно. Мне кажется, другого такого серьезного, скажем так, натворозования и разностороннего, ну, это моя самая точка, просто вообще не существует. Шар, вписанный в куб. Смотрись, гармония в точных границах. Изменишь разбег без сектрис, и все никуда не годится. Но нет кубатуры шара, как нет квадратуры круга. И нет у бездарного дара, как нету врага у друга. Границы нужны всему. Границы, не жесткая рамка, в пределах куба шару не будет дана огранка. Так значит, не видно конца, хоть все по одним законам, созданием вечного Творца всему, что познать суждено нам. Песню в своей жизни человек поет тремя голосами. Голосом разума, голосом души, и голосом тела. Когда ни один из них не фальшивит, тогда о человеке говорят цельная личность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok